И вот Олимпийский дворец спорта Измайлова, где проходили состязания тяжелоатлетов на Олимпиаде в Москве. Начинаем как бы репортаж и смотрим. Это весовая категория 82,5 килограмма. Ну и теперь на помост выходит один из главных героев Московской Олимпиады. Сейчас мы смотрим повтор Благоева, его первые попытки, первого подхода. И сейчас с нетерпением весь зал ждал появления Юрия Варданяна. Нашей надежды и одного из самых ярких штангистов в Советском Союзе за все времена. Вот он. Вес Юрия 81,7 килограмм. Рекорд на данный момент 175 килограмм. Личный рекорд Юрия Варданяна. Тот же вес 165. То есть 1 килограмм ниже, чем у Благоева. Результат рекорд. Да, да. И тем не менее Юрий выходит на такой же вес, который пока что ему гарантирует только второе место. По итогам первых подходов. Вот мы видим тренерский штаб главного тренера Александра Прилепина. Юрий Варданян. Первый подход. Еще чище, по-моему, да? Идеально исполнение, да. Видно, что запас большой. У Юрия посмотрим, какой вес закажет Благое-Благое во втором подходе. Ну, к этому моменту уже все остальные участники как бы завершили свои выступления. И вот этот поединок Благоева и Варданяна, он приковывает к себе внимание всего зала. И вообще, вот тогда это была очень такая, знаете, действительно спортивная, олимпийская атмосфера. Это был бой двух гигантов. Итак, Благое-Благое. Второй подход. 170 килограмм. Судья объявляет, что осталась одна минута, последняя минута, в течение которой спортсмен должен начать движение. 170 килограмм вес на штанге. Уверена, Благоев фиксирует вес. 170 килограмм. Чем ответит Юрий Варданян. Ну, и вот тут был первый как бы тактический шаг Варданяна. Вот после этой попытки, после этого веса Варданян и его тренерский совет вот сделали вот такой тактический шаг. 172,5, чтобы побеждать. Так как Юрий Варданян чуть тяжелее, ему для победы необходима минимальная добавка. На тот момент плюс 2,5 килограмма. И только к мировым рекордам можно было заказывать плюс полкилограмма к новым мировым рекордам. И вообще, как показала жизнь, вот этот турнир олимпийский в Москве для Варданяна, это была просто фантастическая готовность. И уверенность, и еще много-много эпитетов, можно сказать. Но Варданян просто тогда блистал на помосте. Смотрим его. К сожалению, мы не увидим второе упражнение толчок. Но мы расскажем вам. Рывок 172,5, второй подход. Тренерский штаб нашей команды. Юрий подходит к штанге, принимает стартовое положение. Сирена говорит о том, что осталась одна минута до начала выполнения упражнений. Время еще есть настроиться. В безукоризненном стиле Юрий Варданян фиксирует вес во втором подходе. Ну, вы уже говорили о том, что Юрику так же, как и его сопернику из Болгарии 23 года. Они ровесники. Он воспитанник Ленинаканской школы тяжелой атлетики из Ленинакана. В общем-то, Армения подарила нам много известных атлетов. В том числе и на этой Олимпиаде выступал Юрик Саркисян. Он стал серебряным призером в весовой категории до 56 килограммов. Ну, а здесь решающие моменты олимпийской борьбы. Юрий Благоев в третьем подходе заказывает 175 килограмм. Всего в одном килограмме от своего же мирового рекорда. 176 на данный момент был мировой рекорд. 1 килограмм до мирового рекорда. Мы видим, что остается 40 секунд до начала выполнения подъема штанги. Безукоризненно спортсмен фиксирует вес. Все три подхода удачные. 175 килограмм. Опять Благоев вырывается вперед. Да, смотрим, чем ответит Юрий Варданян. У него тоже остался один зачетный подход. Конечно, эти кадры вошли уже в историю тяжелой атлетики. И мы, рассказывая об этих соревнованиях, немножко лукавим, как бы перенося вас вот в то время, на 33 года тому назад. И создавая атмосферу именно тех соревнований. Но я уверен, что многие любители спорта и не видели этих кадров. Поэтому посмотрим, что же в итоге произошло. Юрий Варданян заказывает 177,5 килограмм. Это вес на 1,5 килограмма превышает мировой рекорд Благоева-Благоева. А что самое главное, идет в зачет двоеборья. В зачет двоеборья идут веса только кратные 2,5 килограммам. То есть никакого смысла не было 160, 176,5 или 177 поднимать. Только 177,5. Но это был колоссальный риск. Да, плюс 1,5 килограмма к мировому рекорду. Всего последний подход остается. И тишина в зале. 5000 зрителей. Битком. Дворец спорта тяжелоатлетики. Вот. Вот он. Победный. Есть мировой рекорд. Есть победа в рывке в первом упражнении. Вроде бы нельзя сказать, что спортсмен легко поднял вес. Но он его поднял очень технично, на пределе своих возможностей. И в итоге... И в итоге... И в итоге во втором упражнении Благоев не справится психологически с напором Варданяна. И поднимет всего 197. А Варданян уже во втором подходе побьет свой же мировой рекорд. А в третьем подходе пойдет на колоссальный вес 222,5 килограмма. Что даст в сумме 400 килограммов. Но вот посмотрите на Юрика Варданяна. Атлет, собственный вес которого едва превышает 80 килограммов, в сумме двух упражнений набрал 4 центнера. Сейчас на штанге 222,5 килограмма. Почти три его собственных веса. Варданан. Привет! Привет! Продолжение следует... Нет поистине удивительной возможности человека. Продолжение следует... Я очень рад, что на этих Московских Олимпийских играх все мне хорошо удалось. Я показал такой результат, который мне хотелось показать. Это в сумме 400 килограмм. Это была моя мечта. Это была моя мечта. Это была моя мечта. Продолжение следует...